Афроамериканцы 90% голосовали за Байдена, они все его любили. Дедушка Байден всю жизнь, всю свою политическую карьеру он боролся за права чернокожих американцев, и они его всегда железно поддерживали. Но сейчас они поддерживают палестинцев. Ну, по разным причинам. Во-первых, очень много ислам исповедует среди чернокожего населения. Ну, во-вторых, у афроамериканцев они причастны к этой, инвестируют себя как часть некого угнетенного человечества, которое боролось с империализмом и так далее. И вот результаты. Да, еще третья категория. Ну, они частично пересекаются, эти категории. А молодежь, вот, в возрастной рамке 18-35, Байден выигрывал у Трампа 80%. Так вот, как раз обнародовали последние дни, по всем этим трем категориям, ужасный провал Байдена. Не то, что эти люди стали за Трампа голосовать, нет. Вопрос задается такой, одобряете ли вы Байдена. Так вот, молодежь... Они изменили отношения из-за событий на Ближнем Востоке? Только из-за позиции Байдена по поддержке. Категорически изменили. Для них это самое больное место, да. И эта вся юридическая группа, вот эта мандовожка Грета Тунберг, она же бегает по всем панелям сейчас с антисемитскими воздвигами. Это такая управляемая масса большая. Он теряет три основных, причем радикально теряет. И по афроамериканцам, и все, у него создается очень сложное положение. И это недовольство, оно... Вот все обратили внимание, 10 ноября была такая в Чикаго тусовка. Обама с близкими ему людьми, они праздновали, отмечали восьмилетие их победы на выборах. Ну, победы на выборах в 16-м году. Нет, не в 16-м, ну да, выборы-то были, да. Чет в мечах. Да, ну так вот собрались. И там вот по сообщениям пресса очень плохо, неуважительно говорили о дедушке Байдене. А потом Обама дал интервью, которым осудил Байдена за поддержку Израиля. Да, а вот его пиарщик, знаменитый, этот самый, как же его, Асклерот, Акслерот, Дэвид Акслерот, он сказал, что Байден-то, в общем, он может и проиграть выборы, не подумать ли нам о другом кандидате. Ну, у них есть кандидаты, они не понимают, насколько они недалеки от народа. Они считают, что Байден недостаточно вот левый кандидат, они хотели бы Мишель Обаму выдвинуть. Ну, не важно. Ну, важно не то, что они думают. Важно, что-то я сформулировал эту, повторю свою формулировку у пожилого джентльмена, которому вчера мы его, я его вчера поздравлял в своем эфире, поздравляю вчера, вчера у него было 81 год, за его, в конце концов, после длительной борьбы внутри администрации он поддержал наших людей, Блинкина и Остина, а не, я их назвал, изменниками Соединенных Штатов и Бернса, и Селивана. И, в общем, сейчас, судя по справедливому АПЭДу, его позиция, позиция по Украине и Израиле, она была бы безупречной, если бы не этот длинный кусок по Израилю. Где он, ну, повторив формулу стандартную, что Израиль имеет право на оборону, защиту, потом, ну, практически очень долго пытался умиротворить свою левую аудиторию, что в то же время, вот, нельзя так резко отвечать. Вот у меня сердце обливается, когда я вижу разрушение в газе, погибают дети, дети, вот эти самые новорождённые в инкубаторах. Но этими новорождёнными в инкубаторах израильская армия лично каждого вывезла, уже в Египет они били по голове этими инкубаторами израильтян две недели. Вот, в общем, надо вот так, как-то потом в газе нельзя, чтобы потом там был Израиль, но Израиль туда не собирается влезать, нужна вот эта формула два государства. Ну, в общем, отчаянная попытка умиротворить свою левую аудиторию. Ну, а это сыграет роль? Нет, это не сыграет. Это же половинчатая для них, в общем-то. Он проиграет, как говорил Д'Атаньян, меня плохо примут и те, и обо мне нехорошо подумают и другие. Другие, да. Когда, вы помните, кардинал предложил ему перейти на его сторону. Ну, вот та же ситуация произошла из Байдена. Понимаете, я это сформулирую как предвыборную теорему Пянтковского. У Байдена судьба возложила на его плечи две миссии. Ну, первая, главнокомандующая вооруженными силами Соединенных Штатов в Четвертой мировой войне, объявленной бандитами, террористами и тиранами против свободного мира, и прежде всего против трех свободных государств, Украины, Израиля и Соединенные Штаты. Вот он оказался на посту головнокомандующего. Это первая миссия. От его поведения, от его успехов в этой роли будет, и он это пишет в своей статье, все это понимают, будет судьба человечества весь 21 век определиться исходом этого войны. И вторая на его миссии выиграть выборы в Соединенных Штатах как кандидату в демократическую партию. Так вот, я утверждаю в теореме Пианковского, что эти две миссии несовместимы. Они мешают друг другу. Ну, вот, я думаю, что как раз перед написанием к этой статье ему пиарщики пришли к нему, и сегодня ему, как к кандидату, к нему ежедневно приходят и говорят, слушайте, старина Джо, мы теряем вот, мы теряем левую аудиторию, мы теряем молодежь, мы теряем оформление. Нужно что-то, что-то срочно по мусорным, скажи, что-то симпатичное, пожалеть нужно полицейский народ, как-то, как-то нужно, чтобы Израиль немедленно прекратить огня там, ну пусть мебельная пауза, гуманитарная обмена. В общем, надо ограничить Израиль, прекратить эту бакханалию на экранах Северной и так далее. Ну, это путь к поражению во второй, в четвертой мировой. Эти две миссии несовместимы. Я, вот, как бы, я бы посоветовал войну, которая, ну, мы бы всякое про Байдена говорили в моменты острые, когда, когда вот июнь-июль был очень тяжелый период, когда полностью господствовали там Бернс и Селиван вот до этого разоблачения и помощи, и не давали ни о этаксе, ни о самолетах речи, ничего, и ругали мы Старина Байдена, но в конце концов он правильное решение выбрал. Вот он может войти в историю, ну, на уровне Регена, извините. Реген победил в третьей мировой войне в Холл, но он не доделал дело до конца. Гадина оказалась не раздавленной. Вот эта задача может выполнить Байден. Я бы на его месте сделал завтра такое заявление. Что вот он конкретно может сделать? Вот, я подготовил ему, я подготовил, да, Сара, я подготовил ему заявление. Я слышу высказанное демократической партии, предлагающей мне отказаться от выдвижения своей кандидатуры. Ну, это ссылка на лагерь Обама и так далее. Вы знаете, я сам задумываюсь об этом, но по другим причинам, нежели мои уважаемые коллеги. Я понял, что роль, которую я должен выполнить сейчас главнокомандующим вооруженными силами Северных Штатов в одержании безоговорочной победы над силами абсолютного зла требует такой концентрации моих сил и моей команды, замечательный госсекретарь Блинкина и министр обороны Остина, что я не могу сейчас полноценно участвовать в избирательной кампании. Я снимаю свою кандидатуру, пусть демократическая партия выберет своего кандидата, американский народ выберет своего президента. Я сосредотачиваю сейчас все свои усилия, всю свою политическую волю, чтобы оставить своим политическим наследием победу Соединенных Штатов Украины и Израиля в Четвертой мировой войне. Вот такое заявление развяжут ему руки. Причем, если перейти к конкретным событиям на Израильском фронте, то очень острое решение, очень серьезное решение предстоит ему в самом ближайшем будущем. Я имею в виду ситуацию на Севере. Вы знаете, вот это предложение о том, что Байдену следует уйти в отставку и связоточиться на своей роли Горган-Камановича, это одна из двух моих таких диссидентских инициатив в последнее время. А первая была, я был не согласен с решением израильского военно-политического руководства. Они решили так, вот давайте мы доведем до конца Хамас, а потом уже займемся займемся ХСБО. Ну, это неправильное решение. Почему? Потому что полная зачистка Хамаса, это займет месяцы еще. Я не знаю, как это пройдет. Вот за первый день мы видим, какой вой подняла эта самая левая команда и насколько поддерживается поддержка Соединенных Штатов. И потом, я понимаю реакцию любого израильтянина. Этим негодяям нужно тамстить, но вы приговорили к смерти, и они никуда не денутся. Они могут побегать в своих норах еще некоторое время, но серьезную угрозу они не представляют. Серьезную угрозу представляет ХСБО и стоящий за ней Юран. ХСБО имеет в 50 раз больше ракет, чем имела Хамас. И они готовы и к наземной операции повторить ту же операцию и броситься через израильскую границу. Их поддерживает всеми силами Иран. И в конце концов самое главное организатором, вдохновительным, спонсором всей этой кампании террора против Израиля конечно является Иран. Поэтому я считал, что Соединенным Штатам и Израилю нужно носить два испепеляющих удара. Тем более, что есть два авианосных соединения. Первое по вот Хазбле уничтожив 50 тысяч ракет в Веселепринца. А после этого становится беспомощный Иран. Ведь почему до сих пор Израиль не нанес обезоруживающий удар по Ирану ликвидирующего ядерную программу. Это в условиях, когда мы знаем, ведь вы помните, американская разведка еще месяц назад говорила, что Аятолы в двух неделях от первой атомной боеголовки две недели прошли. Ну, потому что и Иран Тигран это не скрывал. Средством сдерживания служили как раз вот эти 50 тысяч ракет Хазблы. Если вы нас нападете, то мы немедленно значит оброшем все на города Израиля. Вот сейчас есть уникальный шанс. Израиль, во-первых, уничтожение всего потенциала Хазблы. Израиль сам бы с этим быстро не справился, но с американцами конечно он с этим справится. Но после этого Иран становится абсолютно беззащитным и можно провести противно-воздушную операцию, серьезно расширив список целей, не только объекты ядной программы, но и конечно и все ракетные программы, ну и военно-политическое руководство этого преступного государства, Верховные АТО, начиная с первого и так далее. Соединенные Штаты вместе с Израилем эту задачу выполнят. Почему я считал, что это необходимо делать раньше? Ну потому что вот тогда, ведь план был какой у врагов Израиля, это теперь понятно. Почему была такая чудовищная жестокость? Ну не оставить никого выбора Израиля, заставить его броситься на Хамас и пойти на наземную операцию, втянуть армию в эти катакомбы, и после этого намечался, конечно, удар севера громадной Хазблы. Ну вот, то, что Байден еще раз поблагодарим за это от именем всего прогрессивного человечества послал туда двенадцатой группы, этот удар задержало, но не надо на этом успокаиваться. Ну, во-первых, как показывает подготовка и действия Ирана, ну, во-первых, идут очень серьезные обмены ударами, и его уровень повышается каждый день, каждый день. Они теперь, они же читают все эти статьи в американской прессе, они видят действия, протесты леволиберального крывания макаритической партии, они видят колебания Байдена, и, в общем, ну, слушайте, Израиль ввел три больших войны, это война 1948 года за независимость, шестидневная 1967, и 1973 война судного дня. это война за существование, в каждый день, в каждый из этих войн он мог проиграть полностью, полностью, каждый раз шла вопрос о существовании Израиля. Вот он выиграл войну наиболее тяжелую, пожалуй, когда практически Советский Союз наиболее активно участвовал своими сателлитами, это 67-го года, благодаря тому, что он первым нанес разоружающий удар по всем группировкам. Он этого не сделал в 75-м, в 73-м году и был на грани гибели. Ударять надо, конечно, по этой группировке. И американцы, я, судя по настроению, вот помните, такие, я помню, помню, 8-го, 9-го, и Остина, и, и Блинкина в Иерусалиме. Я процитирую, это очень важно для понимания настроения и менталитета этого руководства американского. Ну, Блинкин сказал вообще замечательную фразу. У вас очень много врагов. Мы знаем, что вы сами со всеми ими справиться. Но пока существуют Соединенные Штаты, вам не придется это делать одним. Мы всегда будем с вами. И, а Остин добавил, на всякий случай, чтобы не забыли про нашу замечательную Украину. Он сказал, хотя его никто пока не спрашивал. Он сказал, мы, Соединенные Штаты, самое мощное в мире государство, самое мощное в мировой истории, ну, как военное, он немножко мог их увеличить. Всякие бывали там, Наполеоновская армия была, история. Вот. И у нас хватит ресурсов, политической воли, вооружения, финансов, чтобы защитить наших двух союзников, замечательных Украина и Европа. Вот с этим настроением они были готовы, я думаю, ударить по Хазбурле 12. А сейчас вот это настроение размывается. С каждым днем вот этих картинок страданий героического поестинского народа на экранах СНН и в статьях Нью-Йорк Таймс, с каждыми вот такими колебаниями Байдена это настроение освобивает. Я сейчас не знаю, готовы ли они и нет, но я считаю, что я бы сказал, через несколько дней мы узнаем, но я сделаю маленькую поправку. Последние события покажут, видимо, сегодня-завтра будет заключено пятидневное перемирие. Ну да, его анонсируют уже постепенно, правда, не понимаем на каких условиях все-таки. Ну вот, на очень плохих для Израиля. Даже в течение шест... Каждый день обеспечивается еще шестовая пауза для беспривотников. То есть у этих крыс появляется возможность вылезать из своих бункеров, подмещаться. Очень тяжелые условия. Но не нам их обсуждать. Условия израильтяне платят за эти условия, конечно, жизнями своих солдат. Потому что кто-то... Но они сделали это решение, чтобы спасти своих женщин и детей. Это их решение. А получат они заложников обратно или нет? Ну вот, эти пять дней покажут. Им обещано 53 заложника, 20, 40 детей и 13 женщин. Поэтому они принят такое решение. Но дальше... Ну, в общем, все дальнейшие решения будут еще хуже. Там очень тяжело ситуация. И вот если Байден будет прогибаться под этим давлением... Не пробегаясь, он проиграет эту кампанию. Это наглядно показывает все цифры. Поэтому он должен выходить из этой кампании и заниматься вопросами мировой истории, а не мелкими выборами в Соединенных Штатах. Так вот, последние события ХСБУА и Иран наглеют. И, в общем, где-то через неделю израильтяне отвечают, но не так как бы сдержанно. Через несколько... И настроение будет, в общем, через неделю надо принимать решение. Израиль нанесет уже очень серьезный ответ. И вопрос будет задан Семеновича, а вы присоединяетесь или нет. Вот через неделю Байден присоединяет. Наверное, самое главное решение в его жизни. Присоединяется ли американская авианосная группа к удару Израиля по ХСБУЛЕ. Вот от исхода это решение зависит и во многом и будущее Четвертой мировой войны. Наши названия актуальны. Связь громадная, но вот она такая очень опоследованная. ВОЛНИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИТЕЛЬНОВИ